Ваш голос схож с Высоцким. Встречались вы с Владимиром Высоцким и что вам дало работать с Евгением Матвеем? Сложилась так судьба, что когда мне было 13 лет, я взял в руки гитару и рос в основном на песнях Высоцкого. Когда мне было 19 лет, в 80-м году, я поехал в Москву и встречался с Любимовым. Был принят в театр на Таганке на все роли, которые играл Высоцкий, кроме Гамлета. Поэтому так сложилась моя судьба, что это долгое время, особенно в юности, это человек был земным учителем. И его девиз «Еду вертикально проводам и, узная, есть предел там на краю земли, и можно ли раздвинуть горизонты, если горизонты сознания». И «Я поля влюбленным по стелю», они на тот момент были моими девизами. И в свое время отец Высоцкого в 84-м году дал мне стихи, которые Высоцкий не успел спеть. Я написал музыку и тогда еще. А сейчас, после того, как Марина Влади и Никита Высоцкий дали мне карт-бланш, в издании песен моих на стихи Высоцкого не так давно была презентация в Москве. И сейчас мы должны ехать и в Израиль, и в Америку, и в Австралию. Друзья Высоцкого, которые будут читать стихи, рассказывать о его жизни, и я буду петь свои песни на стихи Высоцкого, которые он не успел спеть. Это что касается, да, вопросов. Что касается любить по-русски, это, кстати, ответственность мастеров, потому что Матвеев отказался снимать сериал, когда еще не было этого движения. Ему после третьей серии давали деньги на 20 серий любить по-русски. Но поскольку темпоритм съемок сериальных в пять или несколько раз превышает съемки кинопроцесса, отсюда и издержки производства. И кто-то на это соглашается, тот же Матвеев не согласился, потому что гнать 200 полезных метров в день и оставлять качество, и оставлять глубину за вот этой сказочностью и глубочностью того же фильма «Любить по-русски» стоит колоссальная внутренняя работа и группы, и самого Матвеева. И он отказывался от этих дел, как многие сидящие здесь отказываются от сериалов, которые ниже определенного уровня, соглашаясь на те, где есть хоть какая-то глубина. Поэтому, а что я каждый раз говорю, для меня понятие русский, и не национальность, а состояние души. И я всегда говорю, что для меня есть русские россияне, русские украинцы, русские белорусы, русские евреи, русские татары. То есть состояние души, как американцы, так и есть русские. А что-то он, ну вот, то, что неоднократно Матвеев любил повторять, что для него роль искусства синтезировать все лучшее, что есть в жизни, и выдавать потом на экран, видели комедии, видели трагедии, видели мелодрамы, но давать то лучшее, что может детонировать с тем внутренним огнем, который есть в каждом человеке, и то, что кто-то называет искрой Божией, творцом. Я глубоко убежден, что мы живем в счастливые времена, потому что на сегодняшний день, вот Наташа сказала про ночной дозор, мы как бы дожили до того момента, когда количество кинотеатров с долби звуком такое, что качественно сделанная продукция, я имею в виду российская, может окупить себя и принести прибыль. Таким образом, все разговоры десятилетия о смерти кинематографа российского остались теперь в прошлом, и начинается, на мой взгляд, новая эпоха в кино.